А это же ведь, если через это все посмотреть, через конфессию, это же объединяет людей. Вот пять раз, прочитав на массу разные представители, значит, ну, допустим, Русмартановский, Ачхой Мартановский, Веденский, допустим, Шаринский, Корчаловский и так далее, да? Грозненский и так далее. Это же объединяет все. Ведь своих проповедей и так далее, и так далее, они же тоже это все разносят. Все это идет на объединение, на воспитание, на формирование человека, которое, по сути дела, как в Коране сказано, тоже не укради, не убей, не обмани. Ведь много таких вот вещей. И вот мне кажется, что вот сочетание вот таких вот, вот этих программных вещей, которые сделаны в республике, они, по сути дела, и понизили вот этот уровень, будем говорить, что люди больше всего беспокоят. Это правильно? К сожалению, вот в последние годы граждане России становятся свидетелями того, что какие-то отдельные СМИ, какие-то так называемые общественные деятели, политологи и так далее, занимаются систематической травлей органов внутренних дел. Для этого используется любой даже незначительный повод. Вот сегодня, к примеру, там по Благовещенску кто-то один из, может быть, я не знаю, сотни тысяч в составе МОД служит, что-то там неправильно сделал, и к этому подключились и члены Совета Федерации и так далее. Вот на Ваш взгляд, какие цели? Чем объясняется вот эта попытка все время травить, травить органы внутренних дел, по сути, людей, которые, естественно, каждый день рискуют жизнями? И сегодня Рамзан Абматович говорил, что в батальоне 300 сколько человек, а погибло 114. И вместо того, чтобы делать все для того, чтобы повысить авторитет, как-то сделать так, чтобы помочь работникам органов внутренних дел. Вы знаете, я скажу вам честно, каждый должен заниматься своим делом. Я всегда говорю, что мы сегодня работаем в открытом пространстве, в открытом, доступном для всех информационном потоке. И говорю, что нам сейчас тяжелее работать, потому что мы не смогли еще, может быть, до конца везде адаптироваться. И сразу хочу сказать, что сколько мнений, но правда одна, я за то, чтобы во всех вопросах была объективность. И всегда говорю, коллеги мои, уважаемые, если мы виноваты, то пусть не СМИ об этом первое говорит, а мы должны просто сказать, да, вот в этом плане мы здесь не так сработали. Что касается непосредственно, значит, вот если мы что-то сделали, надо тоже говорить о том, это же ведь каждодневная работа, сложная работа. Вот я им все время говорю, ну поймите, вот есть три профессии, которых я всегда считаю, что они основные всегда для человека. Это врач, который, значит, принял роды и дал жизнь, учитель, который дал знания, и человек, который погон, который формировал то и правовое сознание, помогая тебе в шаговой доступности. Вот это всегда у нас было три едины. И нам нужно делать так, чтобы эти профессии были уважаемы, почитаемы. И вот в данном случае, что вы сказали, вот информационное медиа в сообществе, да, я им всегда говорю, ребят, я вас очень прошу, если вы объективно разобрались, пишите, что это черное. Если вы разобрались и так далее, пишите белое. Ну не делайте черное-белое, черное-белое. Шельмование это никогда к хорошему не приводит, потому что должна быть объективная реальность. Если вы затронули вот проблему по Благовещенскому, сразу вам хочу сказать, что там все не так. Но это должно, по сути дела, решить непосредственно объективная наша служебная проверка. И я думаю, что в ближайшее время просто наши многие и читатели, и информационные, значит, будем говорить в наше сообщество, об этом просто узнают. А так просто заниматься вопросами скоропалительных, каких-то информационных срочностей, чрезвычайки и так далее, это не всегда оправдывает. Не тот первый, кто принес информацию, всегда прав. Я зато, ну я сам процессуалист, хочу сказать, для меня главное, чтобы было объективно все расставлено. И мы никогда не дадим дискредитировать человека, особенно в погонах, пока сами не разберемся. Мы в этом плане открыты. Я по многим вопросам, что касается именно выявления в собственных рядах и так далее, открыто об этом говорю. Мы выступаем публично, об этом мы говорим. Но мы и защищаем своих сотрудников, потому что через эту призму мы должны просто чувствовать высокую ответственность. Ответственность, которая сегодня заложена в законе полиции, где соблюдены должны быть все права и обязанности наши, это раз. Во-вторых, это неотвратимость наказания. И вот если где-то здесь есть какие-то вопросы, а не полемика и не будем говорить судилище, пока еще неизвестно, чем закончится все это, ну это, мне кажется, вот обречено на права. Обречено в бездну, будем говорить, вот каких-то слухов, которые всегда порождают люди, которые не до конца чем-то владеют объективно. Но должны быть они в поле зрения всегда как интересны для любого, будем говорить, информационного сообщества. Здесь не хочу никого обвинять. Это все зависит от нравственности, от качества, будем говорить, работы конкретного, будем говорить, представителя медиа сообщества. Дмитрий Иванович, вот этот год явился таким, но ответственной порой, переломным каким-то для органов внутренних дел, вступил в силу закон о полиции, и вы проводили аттестацию или переаттестацию, и практически она близка к завершению. Каковы итоги? Стали ли наши органы внутренних дел по итогам аттестации более сильными, более работоспособными? Появилась ли у работников органов внутренних дел уверенность в завтрашнем дне, что они будут защищены и социально, что и на старости лет у них хотя бы минимальная там обеспечивающая им возможность нормально жить, пенсия будет? Как эти вопросы? Ну, во-первых, хочу сказать, что в процессе реформы президент нашей страны нам поставил задачу сформировать именно нормативную базу. Для нас очень важно было, чтобы мы написали современный закон. Этот закон мы всенародно обсуждали. Там, надо сразу сказать, очень много было критических замечаний, неверия, было очень много различных публикаций, но обсуждение прошло. Кстати, я хочу сказать, что это впервые после Конституции Российской Федерации второй закон, который обсуждался всенародно. Различных скептиков было. Да, мы действительно внесли большие поправки после первого чтения, после второго чтения, там тоже вопросы у нас были, которые... То есть мы все это сделали и прошли. И в этом законе, по сути дела, мы все прописали. И говоря об этом, я даже сегодня об этом сказал, если человек по гону, который работает в органах внутренних дел, знает права и обязанности, и их соблюдает, он этим законом защищен. А невежда, который, по сути дела, случайно попавший и так далее, которому не место в нашей форме, и который может действительно своими неправомерными действиями скомпрометировать, дискредитировать систему, это, во-первых, ему здесь не место, во-вторых, он, по сути дела, несет за это в том числе и уголовную ответственность. А второе, я хочу сказать сразу, что реформа, она предусматривала и решение социальной защищенности сотрудников. И сегодня надо объективно сказать, что нам предоставилась возможность сделать так, чтобы сотрудники органов внутренних дел получали достойное денежное содержание, получали соответствующие условия для медицинского обеспечения, жилищного обеспечения, вопросы, связанные непосредственно с отбором в органы. То есть, это сегодня, как бы, вот, социальная защищенность, она позволяет смотреть уверенно вперед. Моя задача заключается в том, что я сейчас встречаюсь с нашими коллективами, не только рассказываю, но и стараюсь довести до них позицию, тот вектор, по которому мы идем. И надо действительно сказать, что это, наверное, впервые вообще в нашей стране, и это, наверное, те базовые законы, которые позволят нам уверенно смотреть вперед. И люди, которые будут работать в органах, они, по сути дела, получают дополнительный стимул, получают дополнительную уверенность в своих действиях. И мне кажется, что это очень важно, и я очень благодарен и президенту нашей страны, и правительству Российской Федерации, и Государственной Думе, и Совету Федерации, те, кто непосредственно и принимали участие в обсуждении, и те, которые непосредственно дали нам такую возможность. Конечно, это большой кредит доверия. Доверие с точки зрения того, что мы его должны оправдать. Но вот к каждому я и сегодня, и везде уезжаю, говорю, что теперь у нас с вами только одно. Честно работай, выполняй свой служебный долг, будь высоким профессионалом, люби свою Родину и люби человека. Любой конфессии, любой национальности, которая проживает у нас. Его права соблюдать и законы интереса. Рашид Иванович, молодой человек, который сегодня получил диплом, лейтенантские погоны, как он должен служить, чтобы стать генералом? Ну, хотя бы полковником. Мне кажется, он должен быть честным, он должен быть профессионалом, он должен горячо любить свою профессию, он должен в любом случае быть беспристрастным к преступнику. И я думаю, что у него все получится. Вот при соблюдении таких вот, будем говорить, принципов. Мне кажется, что у нас очень талантливая, хорошая молодежь, и мне кажется, что у нас есть защитники нашего отечества и защитники граждан преступных просекательств, которых мы ждем в органах внутренних дел. Кстати, а конкурс был в этом году в ВУЗе? Да, большой конкурс. Большой конкурс, да. Но это свидетельствует о том, что желающие служить полиции, их меньше не становится? Вы знаете, у нас труд стал немножко более интеллектуальным. И в этом срезе, по сути дела, молодежь, она тоже, в общем-то, стремится к интеллектуальным таким формам труда. И мне кажется, что это тоже очень большое наше достижение. Потому что технологии новые, современные требования и, наверное, вот правильное толкование, понимание, значит, закона, умение работать с человеком. Это те вот критерии, на которых будет, наверное, сегодня воспитываться новый сотрудник полиции, которым мы ждем, который так необходим нам для того, чтобы вернуть доверие к разуму. Это была программа «Диалоги». И сегодня у нас в гостях был министр внутреннего дела Российской Федерации и генерал армии Рашид Гумарович Нургальев. Рашид Гумарович, я вам очень благодарен. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова